Друзья, всем привет! Вы на канале Фактограф, и сегодня поговорим о рекордсменах среди беспозвоночных. Трудно и даже жутко представить, что некоторые из этих существ превышают размеры человека. Давайте совершим с вами наземные и подводные путешествия в поисках самых огромных беспозвоночных существ на планете. Поехали! Тасманский гигантский пресноводный рак. Знакомьтесь, крупнейший представитель своего отряда — гигантский рак. При первой встрече с этим гигантом кажется, что он был создан для какого-то фантастического фильма. Огромный, черный, с мощными клешнями, он просто поражает воображение. Взрослые особи вырастают до 80 сантиметров и весят до 5 килограммов. Обитают в районе Тасмании, в мелких реках. Живут до 30 лет. Самцы становятся половозрелыми в возрасте 9 лет. Самки в возрасте 14 лет. Даже несмотря на высокий риск получения травм от этого существа, охота на него не прекращается. Сегодня рак занесен в международную красную книгу и находится на грани исчезновения из-за промысла людей, а также из-за разрушения их естественных мест обитания. Менее 100 тысяч представителей пресноводных раков насчитывается в дикой природе и их количество уменьшается, так как чистых водоемов с прохладной водой становится меньше. Популяцией беспозвоночных обеспокоены природоохранные учреждения, которые ввели запрет на отлов и на вырубку лесов в некоторых местах, что способствует заболоченности водоемов, засухе и вымиранию вида. Запрет действует с 1998 года, тем не менее численность беспозвоночных восстанавливается довольно медленно. Японский краб-паук. Самый крупный из членистоногих японский краб-паук. Его вес достигает 20 килограммов, а длина вместе с конечностями может быть 4 метра. Погружается на глубину до 700 метров, имеет два шипа над голобой для защиты и живет до 50 лет. Особенно поражают его длинные тонкие ноги, непропорциональные по всему туловищу. С их помощью хищник охотится, легко захватывая свою добычу. Помогают ему в этом острые когти, которыми он без труда вскрывает раковины моллюсков и поедает их. В основном крабы являются падальщиками и питаются мусором и останками других животных. По подсчетам ученых, три четверти всех крабов теряют одну и более конечностей. Они могут выжить, даже потеряв три ноги из десяти. Краб-паук отлично маскируется. В этом он просто мастер. На его крепком панцире длиной до 45 см вырастают водоросли, губки, раковины, актиния, которые помогают ему слиться с морским дном и стать похожим на скалу. Личинки крабов похожи на планктон и спокойно плывут по течению до того момента, пока не вырастут достаточно, чтобы выбирать свой путь и охотиться. Мясо краба-паука – настоящий деликатес в Японии. Его едят сырым и вареным. Из крепкого панциря изготавливают украшения. Сегодня популяция этих гигантов серьезно уменьшилась, поэтому их отлов во время брачного периода запрещен. Гигантская скалопендра. Очень странное внешне и опасное для человека ядовитое существо гигантская скалопендра. Это самая большая многоножка – амазонская гигантская скалопендра. Ее внешний вид просто создан наводить панику и ужас. Охотится она даже на маленьких грызунов и птиц. Встреча человека с многоножкой может закончиться трагически. Яд скалопендры очень сильный и токсичный. Взрослые особи вырастают до 35 см в длину. Встретить их можно в разных регионах Южной Америки. Часто они охотятся на летучих мышей, заползая на стены пещер и набрасываясь на свою жертву в полете. Моментально впрыскивают яд с помощью острых передних нога челюстей и обездвиживают добычу. Для птиц, мелких млекопитающих и даже змей такая доза яда смертельна. Гигантский охотничий паук Гигантский паук был открыт в 2001 году Питером Эггером. Его длина с конечностями достигает 30 см. У самцов ноги длиннее, а тело крупнее у самок. Этот малоизвестный вид плохо изучен, его отличительная черта – тигровый окрас на голове, брюшке и лапах. Крупнейший из пауков довольно агрессивный охотник. Он не сидит в засаде и не ждет, пока жертва запутается в его паутине. Он догоняет и набрасывается на свою добычу, как настоящий тигр. Огромный паук очень ловок и быстр. Он может передвигаться даже боком, как крабы, влево и вправо. Помогают ему в этом длинные ноги с изогнутыми суставами. У жертвы просто не остается шансов убежать от этого ловкого хищника. Совсем недавнее открытие такого огромного существа дает повод предположить, что ученые еще смогут найти множество ранее неизвестных животных. Гигантская африканская многоножка. Обычно многоножки – довольно мелкие существа. Но это не про нашего следующего монстра. Огромная многоножка вырастает до 39 см в длину и имеет тысячи ног. Встретить ее можно во влажных лесах Западной Африки в теплых и темных местах. Африканская многоножка считается детритофагом. Питается разлагающимися растениями. Ее тело очень гибкое, покрыто прочными пластинами. Она с легкостью сворачивается в клубок и становится сложной добычей для хищников. Может выделять токсичный яд, но только для самообороны, а не для охоты, в отличие от гигантской скалопендры. Гигантская американская многоножка получила название «королева многоножек». Она может выделять синильную кислоту, которая вызывает интоксикацию разной тяжести. Ведет ночной образ жизни, днем скрываясь от хищников. Ползает в поисках гнилых фруктов и растений. Эти существа представляют огромный интерес для ученых, ведь они дышат через отверстия во всем теле, а в период сильной влажности могут даже задохнуться. Гигантский австралийский трубач. Обычные улитки по своим размерам довольно мелкие. Мы часто встречаем дворах. Но бывают существа, полностью меняющие свое представление о внешнем виде улиток. В водах Австралии и Индонезии обитает гигант, самый крупный моллюск. Эта огромная улитка – гигантский австралийский трубач. Он является хищником и пока мало изучен биологами, но довольно популярен среди коллекционеров. Их раковины очень большие, а самая крупная известная науке достигала в длину 91 см. Вместе с раковиной моллюск весит около 18 кг. По наблюдениям ученых, трубачи питаются морскими червями. Сегодня эти гиганты очень плохо изучены и встречаются довольно редко. Быть может, они нуждаются в природоохранном статусе. Биологам это еще предстоит выяснить. Обитают моллюски на мелководье и не погружаются более чем на 50 метров. Появляются из яиц уже полностью с формированными крошечными существами, а не личинками. Своё название трубачи получили за сходство раковин с музыкальным инструментом. Антарктический гигантский кальмар Знакомьтесь, самое огромное беспозвоночное существо на планете. Животное из ночных кошмаров и фильмов ужасов обитает в районе Антарктики в самых холодных уголках. Этот вид кальмара пока мало изучен. Максимальная длина гиганта составляла около 10 метров, а вес до 500 килограммов. Глаза этого монстра самые большие из всех существ на Земле, до 27 сантиметров в диаметре. Он опасен даже для кашелотов, которые на него охотятся. Острые и проворные щупальцы и мощный клюв могут нанести серьезные травмы противнику. Так на огромных китах ученые часто находили шрамы на коже, предположительно оставленные гигантским кальмаром. Для ученых антарктический кальмар особенно интересен. Он мало изучен в связи с особой труднодоступной средой обитания. Биологи смогли выяснить, что самки крупнее самцов и что кальмары обычно нападают на свою жертву из засады. Такими огромными атлантические кальмары выросли из-за абиссального гигантизма, ведь обитают они на большой глубине, где все существа отличаются очень крупными размерами. Пальмовый вор – краб-отшельник, обитающий на суше, признанный самым крупным наземным членистоногим. Пальмовый вор вырастает до 40 сантиметров в глину. Даже Чарльз Дарвин был в шоке от этих существ и называл их монстрами. Только эти крабы могут залазить на деревья, что спасает их при малейшей угрозе. Встретить беспозвоночное можно на западе Тихого океана и на островах Индийского океана. Краб не привередлив в еде, он питается пищей, оставленной людьми, другими крабами и упавшими кокосами, которые с легкостью вскрываются сильными клешнями. Кокосы крабы используют не только для пищи, но и выстилают их волокнами свои норы. Обычные крабы-отшельники селятся в пустых раковинах, а пальмовый вор имеет свой прочный панцирь, который его отлично защищает. Даже если краб упадет с дерева, он не получит серьезных травм благодаря кальцинированному экзоскелету. На сегодняшний день нет точных данных о численности этого вида, чтобы внести его в Красную книгу. Но на Мадагаскаре и в Австралии люди практически выжили пальмовых воров с их привычного места обитания, осваивая новые территории. Ранее биологи полагали, что крабы страдают из-за завезенных на их территорию крыс. Но со временем оказалось, что членистоногие сами периодами охотятся на грызунов. Гигантские изоподы Это жуткое существо, не пришелец и не монстр из фильмов ужасов. Это родственник обычных мокриц. Он относится к ракообразным и широко распространен на планете. Обитает над ней и питается останками крупных рыб и падалью. Эти гиганты всеядные могут без труда разрывать даже крупную добычу. Могут даже охотиться на рыб, которые попали в сети. Встретить изоподов можно в любом уголке мира. Вырастают до полуметра благодаря явлению глубоководного гигантизма. Имеют прочный панцирь и множество конечностей, помогающих им быстро передвигаться. Эти беспозвоночные ведут одиночный образ жизни на глубине до двух километров. Необычные фасеточные глаза светятся в темноте из-за отражающего слоя топетума, как у кошек. Это помогает изоподам лучше видеть и придает еще более устрашающий и жуткий вид. Гигантский лесной скорпион. Как правило, люди склонны к панике при виде любого, даже самого маленького скорпиона. Этот же монстр длиной до 18 сантиметров внушает настоящий страх. Ведь его мощное жало может пробить даже грубые ботинки со специальной пластиной. Крупнейший представитель этого вида был обнаружен в 1940 году. Его длина составляла более 29 сантиметров. Средний вес колеблется в пределах 55 грамм. Обитают скорпионы на Шри-Ланке и в Индии. Их яд не очень сильный и опасный, ведь в основном скорпион использует свои мощные клешни для охоты. Тем не менее, он может вызвать серьезную интоксикацию в организме. Черный гигант с огромными непропорциональными клешнями и толстым хвостом с ядовитым жалом – не лучший вариант для встречи в дикой природе. Несмотря на свои внушительные размеры и опасность, лесной скорпион является популярным домашним питомцем среди коллекционеров уникальных членистоногих. Хотим отметить, что такое увлечение довольно опасное и может быть даже смертельным. Друзья, это был наш ТОП-10 самых крупных беспозвоночных на планете. Какое из этих существ впечатлило вас больше всего? А о каком животном вы даже не слышали? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч на канале Фактограф!